Обстановка сложная, но управляемая. Такую характеристику дала положению дел вице-премьер правительства Мордовии Галина Латванова. На сегодняшний день работает 17 госпиталей. В стационарах на текущую дату, то есть на 10 декабря, 2182 человека. Коек развернуто 2710. И хорошая новость. С 12 декабря начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В пятницу в Мордовию прибудет первая партия вакцины «Спутник Ви». Количество – 200 доз. Прививаться будут медицинские работники. В первую очередь это работники образования и социальной сферы. Разнарядку мы уже сделали. Лечебные учреждения, кто будет участвовать в вакцинации, готовы. Республика Мордовия закуплена и в настоящее время во всех лечебных учреждениях, а их 23 юридических лица, которые будут проводить вакцинацию, есть все необходимое оборудование. В Мордовии уже готовы списки тех, кто будет привит от коронавирусной инфекции в первую очередь. Однако по поводу массовой вакцинации есть несколько предубеждений. Во-первых, это то, что она плохо переносится. У привитых якобы поднимается температура и ухудшается самочувствие. Такие показания есть в описании препарата. Но из 42 привитых в Мордовии на первом этапе вакцинации от ковида, такие симптомы наблюдались только у трех человек. Говорили на пресс-конференции и об обеспеченности государственных и частных аптек препаратами, необходимыми для лечения коронавирусной инфекции. Мы попросили членов штаба и попросили волонтеров, медиков пройти по аптекам и посмотреть наличие лекарственных препаратов, о чем говорил Олег Валентинович. Хочу сказать, что в аптеках в фармации есть полный перечень данных медикаментов. Что же касается других аптек, то по многим есть серьезные вопросы. Правительство Мордовии будет держать на особом контроле наличие лекарств в частных аптеках. Затронули на пресс-конференции и тему предстоящих новогодних праздников. Указом главы Мордовии запрещено проводить новогодние корпоративы. Участники брифинга еще раз напомнили об этом. Мы сегодня абсолютно четко с вами понимаем, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в республике, как и собственная Россия, она нестабильная, она напряженная. И чтобы не создавать осложнения санитарно-экономической ситуации, проведение корпоративов в новогодние праздники и в рождественские на территории нашего региона будут запрещены. Обратились на пресс-конференции и к теме предновогодних ярмарок выходного дня. Они пройдут в предстоящую субботу на шести площадках Саранска. Организованные ярмарки будут с соблюдением всех противоэпидемических правил. Расстановка торговых мест должна быть рационально определена, максимально одолена. Все, кто будет посещать ярмарку, обязаны ее посещать, естественно, в средствах индивидуальной защиты. Это маски и перчатки. Между покупателями должна быть социальная дистанция, как в любом торговом центре. На пресс-конференции говорили не только о решении текущих проблем. С будущего года начнется новый этап реализации нацпроекта здравоохранения. Он направлен на совершенствование медицинской помощи в первичном звене. На эти цели в течение пяти лет будет выделено 2 миллиарда 888 миллионов рублей. 70% этой суммы будет направлено на строительство и капитальный ремонт структурных подразделений, оказывающих участие в оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Но сюда же также будут находиться ремонты и стационаров районных и межрайонных больниц, а также поликлиник, как районных и межрайонных больниц и городского округа Саранск и других наших городов. Нагрузка на врачей сейчас огромная. Напряженно работают все подразделения. Сотрудники скорой помощи, врачи в красной зоне, медики в поликлиниках. Все трудятся в сверхнапряженном режиме. Лечат не только от ковида, обеспечивают необходимую помощь пациентам с другими заболеваниями. Помочь им может каждый из нас. Для этого нужно соблюдать ставшие уже привычными меры профилактики. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости.